Как решается проблема, когда при банкротстве одного из супругов выясняется, что какая-либо недвижимость, жилая, приобретена в том числе за счет средств материнского капитала? Четыре основные ситуации. Ситуация номер один. Когда при покупке какой-либо недвижимости, жилой, вы еще не успели использовать средства маткапитала. В данной ситуации кредитору ни на что претендовать не вправе. Ситуация номер два. Когда вы купили квартиру, дом, который для вас является единственным жильем. То есть другого ничего нет. И плюс ипотеку не использовали. Значит исполнительский иммунитет, но по общему правилу, давайте оговоримся, эту квартиру как бы не заберут. Во всяком случае не должны. Всякое бывает, но по логике не должны. Ситуация самая сложная, когда все то же самое, только вы покупаете в ипотеку и первый взнос вносите маткапиталом. Тут можно давить на то, что в данной ситуации это залоговый объект. Вам рассчитаться нечем. Соответственно ипотека еще не погашена. Соответственно квартира уходит в конкурсную массу. Ее будут продавать с торгов. По закону в квартире обязана быть выделена, часто бывает, что она не выделена, но у вас должна быть выделена доля ребенку, либо детям. Обязательно. Если этого не сделано, очень плохо. Сразу квартира уйдет. Пух, с торгов. Ничего не сделайте. Значит тут стратегия защиты есть слабая, есть сильная. Слабая заключается в том, что нужно попытаться привлечь органы опеки в процесс по банкротству, чтобы они попробовали какую-то позицию свою протолкнуть. Как правило они этого не сделают. Почему слабая позиция, да, как бы я говорю. Плюс нужно давить постоянно, что вот интересы ребенка, права ребенка, жить негде, единственное жилище, у него доля, доля в праве, это несовершеннолетний, как же так и так далее. Но это, мягко говоря, особо ничем не закончится. Плюс можно поторговаться, как говорится, с банком, так как это залоговый объект, залоговый кредитор, он имеет приоритет в реестре, да. И, соответственно, договориться с банком, что он, ну как бы, как сказать, ну вернет что ли, вернет вот этот первый взнос маткапиталовский. И, собственно говоря, вы выполните его условия там по платежам, и чтобы квартира как бы никуда не уходила. Но это маловероятно, не факт, что это будет сделано. Там один к десяти, поэтому слабая позиция. Теперь переходим к сильной. Сильный и очень очевидный шаг. То есть прежде чем уходить в свое личное банкротство, то есть вы должны как бы думать головой, а не другими местами. Когда у вас есть ипотека, неважно, сейчас даже коснемся того, что, например, это не жилой объект. Например, вы бизнесмен, и у вас есть там какая-то коммерческая недвижимость. Ну, уважаемые, подумайте головой. Ну, если она вам сильно нужна, коммерческая, либо жилая, ну, закройте, закройте эту ипотеку до подачи на банкротство. Это самый очевидный, самый простой шаг, который требует от вас определенных действий, которые вы сейчас скажете, блин, да, это сложно, это невозможно. Ну, тогда, чувак, хорошо, потеряй, потеряй эти деньги, потеряй эту недвижимость. То есть, как бы, твое дело. Но это самое разумное. Вот этот вариант, это очень сильно, очень разумно. Ты закрыл ипотеку, у тебя закрылся этот вопрос автоматически. Все. Плюс, можно на стадии того, когда ты, у тебя так долгов полно, а ты потом скажешь, блин, ну, я закрою ипотеку, а потом все равно кредиторы обратят взысквание на мою недвижимость. Поскольку у меня же долгов еще не только перед банком, а там куча, миллионы, миллионов. Ну, чувак. Ну, можно же подготовиться к банкротству. Подготовиться хорошо, сохранить активы, предпринять определенные действия. Да, да. Все же это можно сделать. Но только нужно делать заблаговременно. Причем, тут есть еще такая хитрость, что гасить ипотеку нужно как бы не из личных денежных средств. А, например, ты должен тоже кредитануться в банке. Взять потреб-кредит. Или взять, например, ну, лучше, конечно, в банке. Если ты возьмешь, там, займ у физлица, ну, могут оспорить как преимущественное удовлетворение требований кредиторов. Поэтому ты взял кредит и спокойно в течение более чем полгода, там, от 6 до 8 месяцев ты гасишь эту ипотеку спокойно. Потом ты гасишь еще полгода, там, вот эти потребительские кредиты. Все не так сложно. Все упирается только в желание и в ту конечную цель, которую мы преследуем. Если мы не преследуем никакой цели, мы непонятно тогда вообще, что делаем в суде. А если мы преследуем цель сохранить то, что нужно сохранить, это очень непросто. К этому нужно идти. Теперь переходим к четвертой, последней ситуации. Последняя ситуация, это когда материнский капитал использован при покупке какой-либо недвижимости. Тут можно брать ипотеку, можно не брать без разницы. Давайте возьмем, что без ипотеки. Но жилье не единственное. Есть там еще у вас квартира, там, дом. Здесь, как вы можете догадаться, но если не можете, я говорю прямо, что здесь, в данной ситуации, во-первых, раз маткапитал использовался, обязана быть выделена сразу же, но либо через некоторое время после состоявшейся сделки, доля ребенку детям. Если она не выделена, это уже ваша глобальная проблема, глобальная ошибка и так далее. Она должна быть выделена. И принцип очень простой. Права ребенка должны быть гарантированы. Раз государство дало маткапитал, он использовался, значит, квартиру, в которой выделена доля с маткапиталом, скорее всего, не заберут. Если правильно все это обосновать. А заберут ту другую квартиру. Поэтому нужно 25 раз подумать, какие у вас финансовые условия, в какой квартире выделять доли, какую покупать и так далее. Все это очень непросто, но не невозможно.